Всем привет, меня зовут Карина и сегодня у нас будет упражнение 8.1.1.8. Это трэблшутинг, но при этом мы будем документировать в сеть. Давайте приступим. У нас есть вот такая вот таблица. Я ее просто скопировала вот так вот и вставила в наш Excel документ. И здесь мы будем записывать необходимые нам устройства и их адреса, маска и шлифт по умолчанию. Давайте пока что это свернем и начнем делать наше задание. Первое, что у нас просят, это проверить подключение. Это делается очень просто. Нужно отправить пинг между компьютерами и сервером. Например, чтобы проверить сервером, можем скопировать адрес сервера, свой тип ПК, десктоп, браузер, указать адрес сервером и нажать go. У нас загрузился наш сервер. Это значит, что у нас есть к нему доступ и соединение между PC1 и сервером, например, у нас работает. Давайте проверим и другие устройства. Например, давайте скопируем IP адрес этого сервера. Вот он. Закроем и теперь отправим пинги с всех компьютеров. Пинг. И укажем наш IP адрес сервера. Еще несколько минут и видим, что у нас пинг удачный. Вы можете проверить любое устройство. И везде наш пинг будет удачным. Также вы можете проверить и отправлять пинги с IPC5, например, на 2. Ну, с любого компьютера на любой компьютер. Они все будут рабочие. Вот. Четыре получено, четыре отправлено. Все окей. Дальше. Поиск сведений о настройках ПК. Это довольно таки просто. Открываем командную строку на ПК1. Вот она. Дальше. Нам нужно ввести команду ipconfig all. Вот она у нас здесь указана. Давайте скопируем ее. Ну, или же вы можете просто переписать. pconfig all. Здесь вы можете увидеть IP адрес, маску под сети и шлифт по умолчанию нашего устройства. Это нужно записать в нашу таблицу. Давайте сделаем. Вот здесь. Так, скопируем IP адрес. Выделяем правую кнопку мыши. Копировать. Это у нас PC1. Вставить. Также копируем. Маска под сети. Вставить. И шлифт по умолчанию также. Готово. Дальше. Нам нужно то же самое проделать для PC2, 3, 4, 5, 6 и 7. Давайте я проделаю это с еще одним, а дальше вы сможете сами это сделать. Но теперь я сделаю это другим способом. Зайду просто в IP конфигурацию и скопирую из таблички. Готово. Таким образом вам нужно будет сделать для всех устройств. А мы пока двигаемся дальше. Нам нужно в части 3. Сейчас открываем. Часть 3. Поиск сведений о настройке шлюза по умолчанию. И также тестирование подключения между ПК и шлюзом по умолчанию. Это очень просто. Открываем наш ПК1. Заходим в командную строку. Мы уже здесь. И пишем команду ping. И далее указываем наш шлюз по умолчанию, который мы записали в табличку. Вот он. Давайте скопируем. И пингуем на этот шлюз. Пинг у нас удачный. Значит все окей. Вот. Теперь, раз пинг удачный, мы можем подключиться к этому шлюзу. Вводим команду telnet. И адрес нашего устройства. Нас спрашивает пароль. У нас указано, что пароль сыска. Готово. Далее, с помощью команд show ip interface brief и show protocols нужно определить текущие конфигурации и настройки. Для этого вводим команду show ip interface brief. Вот мы видим все наши интерфейсы g00, 005, 0.15, 25 и 35. Это все нам нужно будет записать в нашу табличку. Также мы можем ввести команду show protocols. Вот так. И здесь мы можем увидеть маску под сети. Вот в стаж 24. или же ввести команду show running config. Enable. Класс. Конф. Я зашла не в тот режим. Ничего. Вводим control z. Show running config. Вот. Теперь если выбрать ставить вниз, мы увидим те же ip адреса, но маска под сети у нас будет уже полностью указана. Ее нам нужно скопировать в нашу excel табличку. Вот у нас наше устройство pk. Теперь указываем. Это у нас устройство. Называется R3. Указываем R3. Интерфейс. Первый интерфейс у нас g00. Но он не настроен. Значит пропускаем его. Указываем g00.5. g00.5. Указываем его ip адрес. Вот так вот. И маску под сети. Указываем. Шлюза по умолчанию у нас нету. Так как мы сейчас на нем по сути. Мы смотрим его конфигурации. Также проделываем с всеми остальными интерфейсами. g. Какой у нас? 0.15. Здесь указываем ip адрес. Указываем маску под сети. У нас такая же. Вот так вот. И устройство у нас тоже R3. Таким образом мы записываем все настроенные интерфейсы. 0.5, 0.15, 0.25 и 0.35. А также serial 0.00. После того как вы записали все интерфейсы. Мы можем двигаться к части 4. В части 4 у нас будет поиск сведений о маршрутах и соединении устройствах в сети. Это тоже довольно таки просто. Вводим команду show ip road. И мы видим, что у нас есть 5 маршрутов, которые назначаются как connected. Вот они. 1, 2, 3, 4, 5. Да. Как и указано. А также у нас должно быть 6 маршрутов, которые и RGP. RGP обозначается буквой D. Вот. 1, 2, 3. Стоп. Еще маршрутов. Вот. Вот они все. Их тут в общем 6. Можем двигаться дальше. Нам нужно найти напрямую подключенные устройства к нашему устройству. Для этого вводим команду show cdp neighbors details. Вот так. И здесь мы сможем увидеть устройство, которое является соседом для нашего устройства. Это S4. Вот он. Нам нужно будет его запомнить, а потом мы запишем все его значения. Пока что у нас есть только IP-адрес. Это 10.2.5.21. Давайте его скопируем. И отправим ping-запрос на этот адрес. Ждем несколько секунд. Success. У нас в задании указано, что первые два пакета могут потеряться. Это нормально. То есть у нас 5 отправилось, 3 получат. То есть все работает. Ping рабочий. Это все потому, что протокол IRP еще не выполнил расширение MAC-адреса. Нам нужно теперь подключиться к этому устройству. Давайте это сделаем. С помощью команды telnet. И указываем адрес этого устройства. Нас спрашивают пароль. Пароль такой же. Cisco. Команда enable. Пароль класс. Дальше. Нам нужно ввести команду show ip interface brief. Вот у нас есть все наши интерфейсы. Смотрим. У нас здесь есть только один настроенный интерфейс. Это VLAN 5. Давайте посмотрим его конфигурации. Show interfaces VLAN 5. У нас есть вся информация об нашем устройстве. Это вот IP адрес, лишь по умолчанию и так дальше. Давайте эти все информации запишем в нашу табличку. Вот наша табличка. Вы здесь укажите еще несколько интерфейсов. Давайте я напишу где-то вот здесь. Это у нас устройство S4. Интерфейс у нас VLAN 5. IP адрес у нас 10 2 5 2 1. Далее. Маска под сети у нас 255. 255. Ой. 255. 0. Так как она у нас сложит 24. И последнее, что у нас осталось, это шлюз по умолчанию. Default gateway. Он у нас 10 2 5 1. Готово. Двигаемся дальше. Что нам нужно сделать еще? С помощью команды show cdp-neighbors-details мы можем посмотреть соседов уже у этого устройства. Давайте это введем. show cdp-neighbors-details. Окей. И здесь мы сможем увидеть три устройства. Давайте их посмотрим. S6. R3. И ниже будет еще S5. Давайте его найдем. R3. Вот S5. Теперь вам нужно будет подключиться к каждому из этих устройств. У нас, например, устройство S5. Мы также смотрим IP-адрес этого устройства. И так же, как мы сделали с S4, мы туда подключаемся и записываем. Например, S5. VLAN 5. Указываем IP-адрес. Маска по сети и шлюз по умолчанию. Это все довольно таки просто. Я не буду на этом останавливаться. Давайте двигаемся дальше. Если вы закончите всю табличку, она будет выглядеть примерно вот так. Давайте рассмотрим ближе. Вот наши все ПК. Я их обозначила синим цветом. Далее у нас есть DNS-сервер. Далее у нас есть устройство R1, у которого 2 интерфейса. Устройство R2, у которого 3 интерфейса. Устройство R3, у которого 1, 2, 3, 4, 5 интерфейсов. У R4 2 и у R5 1. И также у нас есть устройство S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, которое мы также документируем вот здесь. Как это делать, мы с вами уже разобраемся. После этого у вас остается самое интересное. Вам нужно будет сохранить эту табличку, так как ее нужно будет использовать в дальнейших пакетрейсерах. И сделать топологию сети. Топология делается очень просто. И думаю, вы с этим справитесь. Так что я не буду тратить на это время. А на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok